Здравствуйте, друзья! В притче о милосердном саморенении Господь отвечает на вопрос о вечной жизни. А значит, всякий, кто верует в то, что нам Господь даровал вечную жизнь, эту притчу должен хорошо понимать и уроки ее усвоить. Давайте послушаем, о чем идет речь. Один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Кто такой законник? Это специалист в области закона, то есть не юридического, какого-то гражданского, уголовного законодательства, а в области закона Божия, то есть хорошо знающий закон, заповеди. Это богослов. И задает он вопрос спасителю, искушая его. Что значит искушая? Это значит, он знает ответ, но ищет неправильности в ответе отвечающего. Или, может быть, задает такой вопрос, чтобы дальше расставить какую-то подходящую ловушку и опять-таки привести к тому, чтобы отвечающий в нее попал, и его, этого отвечающего, можно было бы обвинить в чем-то неправильном. В том, что он неправильно рассуждает, не по закону, плохо знает заповеди. Одним словом, показать его в глазах слушателей, а вокруг Христа всегда было много слушателей, показать его, как учителя, несостоятельным. Поэтому он задает вопрос не потому, что ищет правды, а для того, чтобы вот так подыскаться и спровоцировать на какой-то неверный ответ, искушая его. Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это удивительный вопрос, потому что в Ветхом Завете так прямиком о жизни вечной не говорилось. На поверхности лежали более близкие, для понимания грубого, не очень духовного, а такого, знаете, вещественного человека, который к земному больше привязан. Эти вещи, которые были ему ближе и понятнее, это было земное благосостояние. Исполняй закон, и Господь тебе даст все. Будешь благоденствовать, и будет у тебя большое потомство, и враги будут бояться тебя. Ну вот как и так в области только земного благополучия простираются обетования Ветхого Завета. А этот человек, который задает такой вопрос, он все-таки оказался достаточно проницательным, чтобы за всеми этими посулами и обетами земных благ от Господа увидеть что-то более глубокое, духовное. Увидеть, что не может земное благословение, вернее, не может Божие благословение ограничиваться только земным благополучием. Но настоящая, неприходящая ценность Божьего благословения заключается в том, что оно простирается далее земного бытия, в жизнь вечную. Вот о жизни вечной-то поэтому он и спрашивает. Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Нередко Господь отвечает вопросом на вопрос, тогда, когда видит, а он же сердцеведит, когда видит, что вопрос задается с лукавством, вот такой как бы искушающий. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Блестящий, я бы сказал, ответ, потому что он не стал рассуждать о почитании субботы, об обрезании, о жертвах. Он просто вывел кратко, емко и очень глубоко, «Возлюби Господа Бога всей душой, всем сердцем, всем разумением твоим, ну и ближнего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний, желая оправдать себя?» Ну, потому что человек оказался в очень неловком положении, и это же все при народе. Он задавал вопрос, на который знал ответ. И Господь, когда спросил его, а потом услышал ответ, говорит, «Ну, правильно ответил». Зачем же ты спрашиваешь, если тебе все понятно? Зачем ты задаешь вопрос? И таким образом законник, для того, чтобы не показаться таким, что он задавал вопрос для того, чтобы искусить Спасителя, подловить, вот с такой коварной целью, для того, чтобы обелить себя в глазах слушателей, ну и, наверное, в своих глазах хотелось показаться ему более достойным, когда его коварство было раскрыто, когда низость его вопроса, вернее, намерение, мотивов низости было очевидно всем. Он сказал, «Ну да, это все понятно, но кто же ближний мой?» Ну, конечно, вопрос имеет основание, потому что у иудеев были споры на этот счет. А кто мой ближний? Ближний — это кто? Родственник, единоплеменник, или вообще кто? Вот кому я должен оказывать такую любовь, как к самому себе? Ну, не ко всем же, разумелось, да? На самом деле, конечно же, этот вопрос звучит очень глупо, потому что первый вопрос поражает свою глубиной, второй — все человеку понятно, непонятно только, кого нужно любить. Кто мой ближний — непонятно. На это сказал Иисус. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». Иерусалим — это город святой. Иерусалим находится на высоте 800 метров над уровнем моря, и он символизирует присутствие Божие в народе Божьем, в Израиле. А Иерихон, напротив, — это город греха. И этот город находится в той долине, где мертво море. То есть он находится даже ниже уровня мирового океана на 200 метров. Иерусалим — Иерихон. Иерусалим — святость, Иерихон — грех. Это образы, это символы. И так всякий человек, который идет от святости, от праведной жизни, от жизни с Богом идет ко греху, Иерихон непременно попадается на этом пути разбойникам. Разбойникам, которые из страсти греховные, которые демоны, которые пытаются человека погубить. Они его изранили до полусмерти, сняв всего и одежду, и ограбили, и изранили, и ушли. Но не убили полностью, потому что никакой грех не может человека убить полностью, пока человек может покаяться. И вот поэтому он полуживой, полумертвый, но еще не умер. Ибо этот человек, шедший из Иерусалима в Иерихон, это образ человечества. Это образ человека. Это образ каждого из нас. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Не будем думать, что священник и левит оказались жестокими людьми, хотя и такое бывает жестокосердие. Может быть, они были движимы намерением служить в храме, а прикоснуться к окровавленному человеку, это значит, осквернить себе, уже служить нельзя. А может быть, они возвращались, наоборот, из Иерусалима, после службы, и находились в таком, знаете, возвышенно-духовном состоянии, их сердца и умы были на небесах, а тут, опять-таки, прикоснешься к чужой крови, осквернишься. Ну, так по закону было. Может быть, они поэтому прошли. Но в данной притче смысл совсем другой. Священник и левит – это символы ветхозаветной религиозной жизни. Уклад ветхозаветной религии не спасал человека. Жертвы, новомесячие, субботы, обрезание, омовение. Много-много было предписаний. Все это не могло спасти человека. Но давало человеку что-то. Какое-то направление духовности давало. Оно давало некие рамки. Оно предохраняло человека от падения ниже. Давало, повторяю, что-то человеку. Но это были полумеры. Это готовило лишь человека ко спасению, но не спасало. Оно не могло спасти. Ни жертвы, ни все эти обряды не могли спасти человека. Иначе бы и не нужен был бы Христос, милосерден самарянин, как здесь следует дальше. Поэтому, поскольку ветхозаветная религия не могла спасти человека, священник и левит проходят мимо. Проходят мимо. Не спасается человек исполнением закона. Самарин же некто, проезжая, нашел на него. И увидев его, он сжалился. Христос берет на себя образ самарянина, потому что самарянин – это не такой иудей, как… Это как бы не иудей, это полуязычник. У самарян был закон Моисея. То есть они знали пятикнижья Моисея, но у них были какие-то свои языческие верования. То есть они вроде бы и знали заповеди Моисея и заповеди Божьи. Но к этому добавляли что-то свое. То есть они отличались от иудеев, и иудеи их ненавидели. И вот Христос берет такой пример, такой образ у самарянина, берет, примеряет на себя для того, чтобы, во-первых, показать, что он не такой, как те иудеи, которые желали его видеть в своей среде, как такого, знаете, правильного ортодоксального фарисея. Вот он не такой. Он говорит нечто из того, что не понимают книжники. Даже, я бы сказал, не принимают. Они не могут принять, как иудеи не принимали самарян. А вместе с тем, вот этим образом самарянина, который Господь берет на себя, Христос нам показывает, что он не спаситель только иудеев. Он спаситель всего мира, любого человека, из любого племени, и самарян, и галов, и франков, и китайцев, и славян, и англосаксов, и всех-всех-всех дальних и ближних. Итак, самарянин, образ самарянина — это Христос. Проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Масло и вино — это тоже символы. Это символы уже новозаветных христианских таинств. Таинств Святой Церкви. И, ну, вообще-то это древние такие антисептические лекарственные средства. Простые, примитивные. Ну, других лекарств не было из древности. Маслом, вином дезинфицировали раны, маслом смягчали болячки всякие. Вот поэтому масло и вино. И вот Господь, посадив его на своего сла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А гостиница — это церковь Христова. А на другой день отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». А вот эти два динария — это благодать Божия, благодать Того Духа, которая в церкви, которая пребывает в таинствах церковных. Он дал это содержателю гостиницы, то есть служителю церкви, ну, можно так сказать, священнику. И надо понимать, что те деньги, которые он дал, это деньги не священника. Это благодать, которая в церкви пребывает в таинствах и во всех церковных священнодействиях. Это не священническая благодать. Это благодать не служителю церкви принадлежит, а самому Христу. Именно поэтому мы и говорим, что это благодать Божия. И благодать не Отца такого-то, а говорим благодать Святого Духа. А когда я возвращусь, отдам тебе, если что-то издержишь больше. Вот я тебе дал благодать, но если ты к этому еще и свое сердце приложишь, и не просто будешь исполнителем по форме, но будешь добрым пастырем, который все-таки с душой, сердечно к своему служению будет относиться, тогда вот что-то свое издержишь, когда возвращусь, тебе воздам. То есть, когда будет второе славное пришествие Христа Спасителя, Иисус Божий, вот тогда Он таких добрых пастырей наградит. Отдам. И отдам тебе, говорит. Кто из тех троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Вот и вся притча. Иди, и ты поступай так же. Ты не смотри на то, это твой единоплеменник, это твой сосед, твой родственник, или это вообще незнакомый человек для тебя, может быть, даже какой-то бомж неопрятный. Ты на это не смотри. Ты поступай так же, говорит Христос. Всякому человеку, который нуждается в твоей помощи, эту помощь окажи, как оказал ее милосердный самарянин. Может быть, как он, ты этого человека приведешь ко Христу в гостиницу Божию, то есть в церковь. Может быть, ты просто возольешь на него масло, елей, елей, это же символ милости, да, согласно гибельской традиции, или это символ милости, символ благодати Божией и вино. Может быть, ты как-то по-другому поможешь, добрым словом. Может быть, даже не имея возможности помочь делом или копеечкой, ты за этого человека поморишься. Но ты не пройдешь мимо, как священник Оливит, ты ему окажешь милость. Это твой ближний. Любой человек, который оказывается на дороге нашей жизни, на нашем жизненном пути, любой человек, это наш ближний. Ну и если мы желаем иметь жизнь вечную, как учит нас Спасителя, мы должны поступать так, как поступал этот милосердный самарянин. Помогай, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok